Специальности, которые выбирают выпускники, не востребованы на трудовом рынке Казахстана. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Бахаджан Сагентаев. По его словам, страна нуждается в технических кадрах, поэтому необходимо разработать специальную профориентированную образовательную программу. Подробности у Зарина Бесембиной. Профессионально-техническое образование в нашей стране не пользуется популярностью. Несмотря на то, что количество грантов в этом году увеличили с 75 до 100 тысяч мест, желающих учиться в колледжах не становится больше. К тому же популярные у студентов специальности не всегда соответствуют потребностям рынка. Чтобы повлиять на ситуацию, профильному ведомству совместно с Акиматами и Палатой Этамикен поручено разработать меры, которые сделают техническое и профессиональное образование востребованным. По мнению экспертов, чаще всего в колледж поступают те, кто уходит из школы после 9 класса, чтобы не сдавать КТ и ЕНТ. А так и сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы ввести в эти экзамены корректировки. Предлагается объединить в один экзамен ЕНТ и комплексное тестирование, так как они выполняют одинаковую функцию. ЕНТ является вступительным экзаменом в УЗ, поэтому предложено освободить от организации ЕНТ учителей. Школы не должны готовить выпускников к ЕНТ, они должны помочь им освоить школьные программы. Поэтому предложено отменить проведение подобного тестирования в школах. Эти моменты будут всесторонне обсуждены на августовском совещании учителей. Кроме того, с нового учебного года 75% школьников в Казахстане будут охвачены обновленным содержанием образования. Если в прошлом году изменения коснулись первых, вторых, пятых и седьмых классов, то с сентября обучаться по новой программе будут уже третьи, шестые и восьмые классы. По словам Ерлана Сагадиева, учебники по обновленной программе уже прошли экспертизу, сейчас ведется их доставка. Однако не все регионы заключили договор с транспортной компанией. Астана, районы Западно-Казахстанской и Туркестанской областей здесь еще не приступили к работе. Есть риск, что в эти регионы учебники могут не дойти до учеников. Ведь до конца учебного года осталось чуть больше 20 дней. Несмотря на эти проекты, в стране все же есть разрыв уровня образования между сельскими и городскими школьниками. Многие ученики из деревень в этом году не справились со школьной программой. Поэтому за счет средств займа Всемирного банка с этого года начнут улучшать материально-техническую базу сельских школ, а также повышать квалификацию сельских преподавателей. Зарина Бесембина, Хабар-24, Астана.